Начинаем, то есть мы продолжаем, продолжаем мы с того места, где мы остановились, мы говорили, читали введение Рамбома в путеводитель и зафиксировали вот такую определенную проблему, некий парадокс в его словах. Он говорит о том, что на самом деле есть истины, которые изложить дискурсивно невозможно. И я прочитаю даже абзац, который мы не читали. Зная, что если кто-либо из совершенных желает изложить устно или письменно нечто из таян, понятых им в соответствии со ступенью его совершенства, то он не сможет даже то, что постигнуто им самим, разъяснить вполне отчетливо и упорядочно. Так как это принято в иных разделах знаний, изучение которых широко распространено, что он имеет в виду подтайнами. Тайны, как мы видели выше, это что? Это часть физики и метафизика, а другие предметы – это математические науки и так далее. То есть есть целый ряд наук, где все отчетливо и упорядочно можно изложить. Математические науки, как их называли, подготовительные науки. А вот часть физики и метафизику нет. И даже если ты что-то понял на каком-то уровне, ты все равно не сможешь изложить это отчетливо и упорядочно. Ибо при обучении другого случится то же, что происходило, когда он сам изучал изучаемый предмет. Будет то появляться, мерцая, то снова исчезать. То есть сама природа этого предмета, она такова, что он то появляется, то исчезает. То есть не удерживается в дискурсивной форме. Будто сама природа этого предмета такова, велик он или мал. И поэтому, когда любой мудрец, познающий божество, Господа и обретший истину, намеревается преподать нечто, относящееся к этой отрасли знаний, он говорит об этом не иначе, как прибегая к аллегориям и загадкам. В чем здесь как бы некий парадокс? Что с одной стороны, я все равно не смогу изложить, но так излагай, как можешь, и все. Зачем же прибегать к аллегориям и загадкам? То есть аллегория и загадки, как говорил нам Маймонит, они нужны для того, чтобы вот эти тайны не раскрывать. Потому что, напомню, что у нас этот самый эзотеризм, он имеет в каком-то смысле три точки приложения. Одна – оградить от невежд подателя информации, защитить от ненужной информации получателя, и вот сама природа того знания, которое передается. Ну и если я разговариваю с теми, от кого пытаюсь скрыть какие-то вещи, то понятно, что я прибегаю к аллегориям и загадкам. Это два вида эзотеризма, которые связаны с подателем информации и с получателем информации. А если речь идет о самой природе знания, то, как он здесь говорит, природа знания сама такова, что ты ничего не можешь сделать. Поэтому непонятно, почему, зачем нужно прибегать к аллегориям и загадкам. Говори, и все равно будет выглядеть, как аллегория или загадка. Но, тем не менее, да, то есть этот парадокс здесь присутствует, и его решение, оно как раз лежит в области распределения этих точек приложения, аллегорического письма. Либо я защищаю подателя, охраняю получателя, либо я говорю о таких предметах, сказать о которых прямо невозможно. И мудрецы создали множество таких аллегорий, сделав их различными по виду и даже по роду. И большинство из них построено так, что исконный смысл заключен либо в начале аллегории, либо в середине, либо в конце. Это мы уже не читали, да, то, конечно, остановились как раз, насколько я помню, здесь, что мудрецы создали множество таких аллегорий. Получается, да, что вот эти самые аллегории, машаль, перевод аллегории, он не совсем, конечно, точный, слово машаль. Да, если, ну, и само понятие аллегории, да, оно тоже как бы можно отдельно по нему говорить, что это такое, это расширенная метафора или что это такое аллегория. Но за неимением лучшего Миша решил перевести как аллегория. То есть это определенный нарратив, в котором некоторые части этого нарратива означают не то, что они означают на первый взгляд, а и важно то, что они сцеплены между собой какими-то связями. В отличие от метафоры, если я имею дело просто с определенным словом, которое может значить что-то другое, аллегория – это часть нарратива, да, который отсылает меня целиком к чему-то другому. Но Трамбов говорит здесь, что аллегории построены так, что вот этот самый смысл дополнительный, он заключен либо в начале, либо в середине, либо в конце. То есть получается, что не весь нарратив является таким, который я должен перевести, да, в каком смысле истолковать, в котором скрывается дополнительный смысл, а только часть. Иногда им приходилось расчленять понятия, которые они намеревались преподать тому, кого обучали, прибегая к несколько не схожими между собой аллегориям. Хотя само понятие едино. То есть иногда нужно было несколько разных аллегорических высказываний, которые на самом деле объясняют одно и то же понятие, но с разных сторон в каком-то смысле, да. То есть, ну, мы тоже прибегаем к каким-то образам, метафорам или аллегориям для того, чтобы сравнить, да, сравнить то, что мы объясняем с теми, как бы, понятиями, которые слушателю известны. Если мы объясняем что-то, что на самом деле достаточно сложно.